Всем привет, с вами снова Румян, и сегодня мы будем начинать прохождение хардкорной игры 2014 года Dark Souls 2. Путешествие наше никак не будет связано с первой частью, оно будет происходить вообще в другом месте, в королевстве Дранг Лейк, который мы будем защищать как следует от всех, кто решит на него напасть. Я немножко уже поиграл, ну, хотя чё, я так-то игру проходил, но купил я её недавно, поэтому поиграть успел только 2-3 часа. Ну что ж, давайте начнём новую игру, запускаем, поехали, что же нас ждёт. Играть я буду на геймпаде, потому что на клавиатуре сами знаете какой тут. Perhaps you've seen it, maybe, in a dream, a murky, forgotten land. Это-то Химкинский лес или что? А вот и наш главный герой. Ну, чуваку нечего делать, он сбросли хочет, и уходит в полис. И не спрашивает. Я никогда... Погода из дома не вышел. Ты потерянушь всё. Зачем выгоняю. Сынголая церковь. Прогровод. Посвязать нежиткам все, что у него демонстрируется. О, дырка в спине. Всё потеряли. А заставки-то довольны к звенам. А заставки-то довольны. Что это было? Может быть, ты был известен? Нет, как бы ты был? Хм... Но один день... Ты будешь стоять перед её декрепитой дверь, без действительно понимания, почему. Какой-то сегодня... Какой-то сегодня... Ох, сколько людей тут упадут. Цветочки... Какого-то... Девушки от Одеса... Я навсегда. Это очень-очень. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прыгать здесь крайне неудобно Ничуть я не упал в реку или в озеро Камерой я вертимать не могу Потому что у меня джойстик 2005-2006 года Старый очень И поддерживаю только основные вещи На кнопки на триггеры и ботаны у меня Вот на левые установлены удары Это хорошо А вот на правой установлены вот Жесть и доменю А сильный удар у меня на правый стикл Ага, там еще один ништячок Давайте его возьмем Натровать камеру на старт, так же прицеливаться Ой-ой-ой Куда-то никуда зашли Да, сюда Сюда еще можно С водопадика спрыгнуть Но я этим давно страдать не буду Я же не дебил Тем более Мы сейчас выберем такой класс За которым можно спокойно Убиться нахрен Это я Открывайте Ну что там два прыща Нормально у меня лицо Подумаешь, упал в дырку Да-да, я хочу поиграть Они все останутся здесь Все, кто не любит тебя Ты говорила с этого милого дырку, не знаю? Ты закончился Ты станешь голым Да Ты станешь одним из них Голым Голосы проживают на мужчин Огруют на их душах Это не прикольно Кто-то в честь Это не прикольно Да Еще я ржу Что ты его имя? Меня зовут Меня зовут Меня зовут Меня зовут Ру Мьян Да, это моё имя. Меня зовут Румян. Ну да, склероза нету. Помню, помню всё. О, что ты нам дашь? Награда? Что там, лут? Какой-нибудь меч? Человеческая фигура? Ну ладно. Тоже сойдётся, учётом того, что у нас здоровье было на половине. Хотя больше это похоже на... кто рыбачил, хоть когда-нибудь знает, каково, когда леска запутывается. Вот это похоже на то, что очень большой моток лески запутывается. Да, это паук в середине нарисован или что это? Пере солнце. О, класс и дар. Класс, берём мечника, дар, уголь вражды, тут без вариантов. Сейчас я расскажу про каждый класс. Ну, воин, у него хреновый щит, хреновый меч, хреновый сет. Хорошая сила и ловкость. То есть он всё начальное оружие может использовать. Рыцарь, танк. Его очень сложно убить, серьёзно. Если враг, берите только рыцаря. Мечник для про-игроков. Очень хороший класс, 2, 2, сабля и меч. Сабля и меч, плюс 1 сразу стартует. Очень хорошая адаптивность, ловкость, но 4 здоровья очень плохо. Разбойник, самый неинтеллектуальный класс. И адаптивность у него плохенькая. Да и учёность не очень. Но зато есть лук. Кирлик, самый медленный класс. Буловой, конечно, можно рыло ломать, но мантик где-то выглядит как-то стрёмно. Дальше, колдун. Неплохой класс для начала, но... Ну, не знаю. Странник. Самый плохой класс для начала. Кинжал можно найти в начале игры. Зачем болты тебе нужны, если у тебя нет лука, да и лут весь этот легко фармится. Кроме... А, нет, уголь вражда это яблоко. Ну и бомж это... Хе-хе-хе. Сами понимаете. Дар. Ничего. Без комментариев. Кольцо жизни на 5% увеличивает ОЗ. Человеческая фигурка восстанавливает человечность. Фармится собак в забытой крепости. Лекарство. Ну, неплохо. Косечка возвращения фармится. Семь древних гигантов. Не знаю, зачем оно нужно. Уголь вражды. Вот, я его выбрал. Он позволяет улучшить локацию. Нечто окаменевшее. Хрен знает зачем. И хрен знает что. Давайте сейчас... Замутим себе крутого мечника. Телосложением. Ммм, мускуд. Так. Прическа. Ну, да. Роже у игроков не очень. Особенно. Да, выбирать здесь особо не из чего. Собственно говоря. Так. Ну, раз уж нам что-то дают... Не, ну это слишком лохматно. Возьмем ракес. Раз уж нам предлагают такую гамму, сделаем ракес зеленым. Или... Даже настолько зеленым. Хотя... Как это будет выглядеть. О-о-о. Неплохо. Хотя... В принципе, все легкие классы. Типа магов, мечников. Ассоциируются. У меня... Далеко не с мужским полом. Далеко. О, боже мой. Пусть зеленые волосы... Совсем не подходят. Конечно же, белый. Тут без вариантов. Не знаю, зачем здесь взяты все цвета радуги. Если можно взять пару-тройку основных, то и все. Брови. А, заметим, что тут нету бороды. Ты... Хе-хе. Вот так вот. Так. Возраст. Нам не нужна старуха. О-ху-ху. Мужские гормоны. Это слишком. На балансе. Нет, это слишком жизни получится. Особенности формы лица. Параметры цвета. Да. Ну, к черту, док настройки. Начнем игру. Да, это я. Да, я тоже хочу побороть проклятие. Да, да. Дадержим проклятию зад. Ни единого шанса. Ну, ты никогда не знаешь. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 А че смеемся? Не, ну че не ржу? Через дверь, я не виделся в сторону королевства. Душу надо берет. Это да. Они все будет убивать тебя, чтобы уходить домой. О, я тебя не ловлю. Ты потеряешь себя. Все. Очень многообещающее начало. Уберите камеру. Уберите камеру от этого. Иногда камера тут в катсценах. Да, в принципе, и катсценов тут не так уж и много. Но иногда камера в катсценах стоит очень весело и смешно. О. Здрасте. Забор покрасьте. Ну что ж, вот наша мечница готова. К тому, чтобы отправиться на поиски переключений. Видите, у меня сразу включен щит. В ПК-версии есть такой баг. И либо щит, либо бег. Они отключаются очень просто. Если вы нажмете на английскую Х, русскую Ч, отключится или включится бег. Если вы нажмете на русский мягкий знак или английскую М, включится, отключится щит. Сразу же я не буду брать второй вот этот тут меч. Пойду зажгу костер. Зажгем костер. Все, теперь круто. Вот это минус моего геймпада, потому что я иногда буду косить. И у меня вместо комбы вот такой вот... Будет получаться вот это. Вот это вот. Что очень плохо будет, если я пойду туда, куда сейчас пойду. Надеюсь, сейчас мы всю человечность не потеряем. И хотя бы доля человечности у нас будет. Да, вы все уже прекрасно знаете, куда идут эти чертовы следы. Они такие большие. Ну что, ты готова? Дать звездюлей этому жирному сосранку. Валим. Огребли, огребли. Главное вовремя отойти. Чего я не сделал. Давай, здоровяк. Покажи нам свою мощь. Еще. Не попал. Я не попал. Давай, подходи. Ну что ты стесняешься, парень? Ох, ох, ох. Вот так вот легко его ковыряем. Стоп, а что если сделать вот так? Если попробовать этот меч. Никогда не пробовал этот меч против троллей. Плохо, плохо, плохо. О, да. Падай, падай, хватит. Ух, сколько. О, да этот жирный хорошо косает этим мечом. Ну, как вы поняли, сет у нас будет состоять из колющего оружия. Ого. Он может садиться на фоку колющего и рубящего оружия. Это, к примеру, будет рапира и катана. Когда мы полностью пропущаемся, это будет рекардова рапира и катана. Конечно, плюс 10. Закаливать, я думаю, не буду. Хотя, как пойдет игра. Мы должны будем достать еще щит, который блокирует 100% физ урона. И колокольчик жреца и драконный колокольчик тоже помешает нам. Готов. И тот 10 снимается не слабо-то. Вот, у него еще выпало каменное кольцо, которое мы тут же и поставим. Собственно, вы видите преимущество этого меча. Ну, давай. Золотую смолу нашли. Тоже неплохо. Все-таки удары тычками, конечно, не очень эффектные, но очень эффективные. Как вы видите. Поэтому, что ж, давайте будем всех затыкивать на смерть. Тем более, что в первой локации все полые, голые, полные, умирают с одного-двух ударов. Заодно я погляжу бэкстеп от этой... От этого... Как это называется? Короткий меч. От этого короткого меча погляжу, как будет выглядеть бэкстеп. Потому что бэкстепа я видел от многих хороших... Но не от короткого меча. Ты-ё-ё-ё-ё, вот то, о чем я говорил. Ну вот, да что к тебе. Почему? Ага. То есть, тут все поменено. Ага. Да... Знаете что? Я изменю тогда вот так вот все. Вот. Отлично. Вот так. Ну вот, все хорошо теперь. Управление... Главное разобраться в управлении. О, да! Бэкстепчик тут такой же, как и... На всех мечах. Не очень красивый, но эффективный. Закололи, парни. И этого сейчас закололи. Ну вот, отлично. Заметим, что ломается оно... Тоже быстро. Как и, собственно, сабля. Это не есть хорошо. Это есть очень плохо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот так вот. Поступим. Съедим камушек. Вот так вот сделаем. Самоцвет жизни находим еще один. На замену тем, которые мы профукали. Сейчас у нас есть шанс получить хороший лук. Да, это ты! Дай мне шанс. Ага. Как я буду поступать в диалогах? Я... Как только заканчивается фраза на английском языке, я тут же буду перематывать. Потому что лишние секунды все-таки... Играет роль. Получаем белое кольцо. Да, это мы слышали. Оно дает нам только внешность фантома. Ну... Хотя бы круто будем выглядеть, пока не найдем хорошие кольца. В любом случае, мы теперь белые. Душа безымянного солдата. Один из полезных вещ... Одна из полезных вещей выиграем. Душа я не буду понимать. Душа безымянного солдата. Душа безымянного солдата. Так, ребята... Давай ты... Давай, здоровяк. Иди сюда. Ну вот. Вот там вот идет... Гентарная травка. Для магов полезно. Для воинов не очень. Разве что вы... Не играете в PvP на New Game++++++++... И тому подобное. Парниша стоит. Пока, парниша. Еще один парниша. Ладно. Ты сам напросился. На. Что меня не радует, это камера... Конечно же. Потому что если ее не вращать, она будет в двух стайнях. Либо будет ракурс из-под яиц. Либо будет ракурс... Сверху. Чтобы вам вообще ничего не было видно. Так что камеру я вращаю мышью. Так, сейчас я как поступлю. Я съем камень. Давай. Собью дерево. Я сказал, собью дерево. Так, пафосно пройдемся по нему. Убьем этого чувака. Сейчас надо разобраться с этим парнем. Так. Дальше лезем по этой лестнице. Заотвикиваем этого парня. Да. Я слишком много использую слова этого. Непроизводное. Центруем камеру. Тут еще чувак. Плохо, плохо, плохо. Все очень плохо. Все хуже. Хуже быть не может. О! Бегемотик. Ты хлопчик? Давай, давай, за мной. Братюня. Я должен с тобой подраться. Вот здесь. Станем в защитную стойку. На всякий случай. Вот и наш бро. Так, бро. Почему ты не центруешь камеру? Отходим. Не туда! Кувырнулся я не туда. Это геймпад залазал меня. В принципе, я мог его сейчас добить, но... Я ж гуманый человек. Гуманый есть гуманитар, вернее. Готов. И мы даже того еще задели. Так. Плохо, плохо, плохо. Лечимся. А сколько он будет сносить, если применить золотую смолу? Ну-ка, давай, парниша, покажи, что ты можешь. Давай. Тролль. Великан, покажи себя. Черт. Как я ненавижу такие моменты. Сейчас вся золотая смола пройдет, и я даже не узнаю, сколько она снимает. Не люблю, когда такие фейлы происходят в играх. Нормально. О, все? Да ладно вам. Мы его заковыряли. Ах, я неть. Ну так это просто прекрасно. Спокойно, аккуратно. Чувствительность моего геймпада просто поражает воображение. Ой. По-моему, я зря эту смолу использовал сейчас. Потому что мы сейчас дойдем до такого места, где она нам бы пригодилась. Сообщение может помочь зад. Прозрачная стена? Призрачная стена. Призрачная стена впереди. Конечно. Конечно, да-да. Это для идиотов пишут. Вослай в солнце. Осторожно, роскошный вид. О, все, наш джедайский меч поломан. Опасная зона впереди. Да-а-а, очень опасная. Маджула. Солнышко. Давайте вас славим солнце. Вот так вот. Побежали. Нам нужно прийти сюда и забрать небесное благословение, которое восстанавливает здоровье и снимает с нас эффекты. Затем мы должны подойти медленно вот сюда. Чтобы у нас не было никаких пуконарвательных восклицаний, здесь у нас лежит колокольчик, чтобы кастовать чудеса. И здесь у нас лежит бинокль, чтобы эти чудеса прицеливать, да и чтобы прицеливаться с лука и прочего дела. Хотя, чтобы прицеливаться с лука бинокль-то особо не нужен. Давайте пойдем сюда теперь. И заберем отсюда ржавую монету. Одну причем. Ну, в принципе, что? В принципе, неплохо. Нужно возжечь костер. Костер зажжен. Сейчас мы пойдем собирать лут по всей Манжуле. Это будет не так долго. Здесь у нас лежит вот этот вот тип. Так, это не очень. Давай, вылезай, братиня. Готов, нигер. Нигер был плохим парнем и не платил налоги. Поэтому мы его замочили. Все равно никакой пользы с него нет. Мы его, к тому же, в конце игры сможем воскресить. Покажу, каким способом. Осколок титанитов. Вроде за 3 500 душ у нас решается, да. Да, за 3 500. Щиты у него дерьмовые. Хотя там был один щит, блокирующий 95% фурона, но... Тут-то кто умер? Каким образом? А здесь кто-то... Самоцвет Жизки. Так как игру я проходил и мне скучно будет бегать так же по всем локациям, мы сейчас сделаем кое-какое неверное решение. Мы вступим в Ковенант Чемпиона. Стоп. Это сделает ваше путешествие? Да, более трудным. Вступим в отряд чемпионов. Более трудным. Куда уж труднее. Ну, наверное, нас будут просто убивать с одного удара. А мы будем ковырять рядового противника 15 минут. Вот это сделало бы прохождение нереально трудным. Так. Идём сюда. Щитак. Там у нас свинки. А здесь у нас осколок фляжки с эстусом. Великая просто вещь. Далее мы идём к кому? К кузнецу. Который поможет нам. Кто ты? Кто я? Я румянутый. Ладно, это не важно. Просто помоги открыть эту дверь. Тут было пустое, и я сложил туда свои инструменты, а потом туда пришёл и заперто дверь. Я кузнец, и без инструментов, как без рук. Принеси мне этот ключ и поживее. Так что не обессудьте. Напишите в комментах, если вам не нравится, что я читаю диалоги. О, как много смертей. Ты ведь нежить, верно? Ты пахнешь необратимостью. Это мажур. Это своего рода последнее поселение, где жители ведут почти нормальную жизнь. А в Дранглике в наше время таких семейств осталось очень мало. Я солдан. Как и ты, я лишился всего. Теперь я здесь. Ты, наверное, думаешь, что здесь можно разрушить проклятие? Да. Это неправда. Здесь нет ничего ни для тебя, ни для меня, ни для кого. Ты много знаешь о том, что я не уверен, но мы не говорили, что душа – это сущность самой жизни. У всех живых существ разумных или нет должна быть душа. То, что мы называем проклятием, связанное с душой. Понимаешь, что это значит? Жить, существовать. Вот проклятие. Мы не можем умереть. И это та же проблема. В этом мире есть четыре существа с огромными душами. И неважно, какой путь ты выберешь, рано или поздно ты с ними столкнешься. У каждого из них сильная душа. На каждом лежит огромное проклятие. Если тебе не страшно, то лучше все бросить. Если тебе страшно, то лучше все бросить. Садись прямо со мной. Хе-хе-хе. Ты хотя бы лишил помощи? Странственнее жить может быть долгим опасным. На каждом шагу тебя будут пытаться убить, свердить других миров. Если тебе понадобится помощь, почему бы тебе не принять веру с этих стражей? Когда ты окажешься в опасности, или грим с этих стражей прийдут к тебе на помощь. Они защитят тебя, если это будет надо. Тебе останется только принять их объятие. Нет, извиняй, Парк. Понимаю. В таком случае тебе придется встретить вопрос, если ты в одиночестве. Если тебе потребуется помощь, обращайся в любой момент. Я останусь здесь и помолюсь за тебя. А тут чувак у меня. Тебя здесь одинок. Мне здесь в самый раз. Ведь мне некуда идти. Ты приводнишь к тому месту. Нужно немного времени. Выучим жест. Дальше он будет рассказывать. Надеюсь, ты обретешь покой в конце своего странствия. Он будет рассказывать про локации, про лес падших гигантов, про огненную башню Хейду, про Маджулу, про костры и про вот эту бабу. О, не-не-не-не-не-не. Только не опять эта проблема. Ненавижу, когда у меня джойстик не слушается меня. Здорово, Шеннелл. Ты новый король? Или просто пешка судьбы? Прохлятый. Я останусь на твоей стороне до тех пор, пока тревогая надежда не растает. Возьми это, чтобы твой путь стал легче. Фляжка с Иисусом. Иди, отыщи короля. Да запросто. Того, кто превратил Дрангрик в то говно, что мы видим. Того, кто увидел сущных души. Короля Венрик. Прохлятый. 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 Если твоя душа будет такой же жалко и ничтоженой, ты никогда не встретишь короля. Ищи те, чьи имена невыразимы. Тех, кому принадлежит, чьи-то сильнейшие души. Их души будут слышать маяками. Когда найдешь их, возвращайся к кому-то, пусть надежда не угаснет. Это шар, Джихо? Дай взглянуть. Теперь я могу тебе помочь. Увидеть церковь, вернуть надежду, какой бы слалабой она ни была. Я, пожалуй, не буду озвучивать персонажей дальше. Используем. Используем. Угу, как и многих до меня. Сила 9. И качнем один вверх. Это, конечно, будет слегка безрассудно на данном этапе. Ну, что ж. Отдохнем костра, собственно, здесь. Я думаю, наше приключение и закончится. Давайте все-таки под конец вас славим солнце. Всем спасибо. С вами был Румян. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...